Добрый день! Сегодня мы поговорим о романе писателя-фронтовика Данила Гранина, мой лейтенант. В 2012 году этот роман удостоился значимой литературной премии «Большая книга». Основным персонажем романа стала сама война и необходимость как-то к ней приспосабливаться. Молодой человек уходит на войну, интеллигентный юноша, легко цитирующий Киплинга. Немцы подходят к Ленинграду, и в жуткий день 17 сентября он понимает, что Ленинград на юго-западном участке фронта полностью открыт врагу, и удивляется, что немецкие части остановились и медлят, и не входят в распахнутый настежь город. А еще он понимает, что война это не приключение, а ежедневный риск, бесконечный животный страх и бесконечное мужество. В книге много живых наблюдений за человеком на войне. В самом начале был патриотический порыв, а потом, позже, страх, животный страх при первой бомбежке. Гранин пишет о том, что очень боялся немцев, и при первой встрече с ними сразу же начинает стрелять. И в то же время он успугался, что убивает людей. Эпиграф к роману звучит так. Вы пишете про себя? Что вы? Этого человека уже давно нет. Читаем и понимаем, что Гранин на войне и Гранин после войны – это абсолютно два разных человека. В 1941 году молодой Гранин ушел солдатам-добровольцам защищать Ленинград. Закончил войну в Восточной Пруссии командиром рота тяжелых танков. Возвращение с войны в 1945 году, работа после войны в Ленинграде и тяжелый период адаптации после фронта. А уже повествование, когда подходит к концу, к современности автор описывает знакомство с немцем-фронтовиком Густавом, который курировал участок фронта Павловск-Пушкин-Пулково. Собственно, именно там и воевал молодой Гранин. Немецкий офицер делится с Граниным тем, что хотел бы увидеть красивый город Санкт-Петербург не в бинокль, как это было во время войны, а вживую, именно сейчас, когда есть такая возможность. И просит Гранина провести экскурсию по этому городу. Густав говорит о том, что в 1941 году мы должны были взять этот город. Все было готово к этому. И вдруг их останавливает приказы Ставки Гитлера. Это было очень неожиданно и необъяснимо. Рациональных объяснений этому не было. Густав вежливо согласился, но когда Гранин спросил о том, жалеет ли Густав, что тогда в сентябре не вошел в город, Густав задумался. Тогда жалел, а теперь я рад. Это, конечно, слишком было просто. Жалел, тогда я был офицером, и город для меня был военным объектом. Теперь город для меня произведение искусства. Ежегодно 27 января, в день освобождения концлагеря Освенцим, в немецком парламенте проводится час памяти жертв национал-социализма. В тот же день в России празднуется годовщина окончания ленинградской блокады. Каждый год с трибуны Бундестага выступает крупная общественная или политическая фигура. В 2014 году был приглашен выступать 95-летний российский писатель и общественный деятель Данил Гранин. Обычно кандидатуры приглашенных на подобные мероприятия очень долго обсуждаются. Данил Александрович настолько был бесспорной фигурой, его статус как писатель и общественного деятеля был высок. И впервые, наверное, за историю таких мероприятий обсуждений кандидатуры не было. Редкий случай, когда писателю, российскому писателю дали возможность выступать в законодательном государственном органе. Книга «Мой лейтенант» вышла в 2012 году. После выступления в Бундестаге книга «Мой лейтенант» переиздавалась. И уже после 2014 года в нее включена речь Гранина, произнесенная в январе 2014 года в Бундестаге. Если будет возможность, читайте переиздание именно этого романа. Желаю вам литературных открытий. Будьте здоровы!